Всем привет дорогие друзья, с вами Электобест и в этом видео будет дикая мясорубка в 665 королевстве, которую устроила семья М44, стянув сюда большую часть своих союзников и они вместе сделали больше 30 одновременных сборов. Нам давно такое не удавалось, выглядело это очень эффектно, приготовьтесь все это увидеть и не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем приятного просмотра. Первая цель это игрок на военном шмоте, на военных талантах и с хорошей пропорцией войск. Золотые герои на стене и у него 20 миллионов по ляму каждого Т4 и по 5 миллионов каждого Т2. Там пехотное построение, вот такой военный сет, очень крутой, тут даже есть оранжевый кубок, 2 шмотки чемпиона. Но конечно 30 сборов в любом случае он принять не сможет, даже если его укрепят Т5 войсками, если он сменит фалангу, все равно ничего не поможет, потому что 30 сборов с таким количеством войск справятся без проблем. Поэтому на его месте, будучи в сети, сборы бы я конечно не принимал, это реально самоубийство. До выхода примерно 10 секунд, кстати у нас Т5 войск в сборе нет, потому что мы пойдем одними из первых и наша задача это раствориться, но убить как можно больше пехоты в переднем ряду. Мы все-таки надеемся, что фаланга там не поменяется. Выходят сборы практически одновременно и сейчас будем выбирать тайминги такие, чтобы он не успевал отхиливаться и чтобы ударить всем одновременно. Но опять же в этой ситуации его вряд ли что-то спасет, даже если он будет хилиться. Сборов уж слишком много, пробивают его быстро, наш конкретно сбор растворяется, но остальные добивают и забирают его героя. Восьмой сбор его пробил, ну и последние три добрали остатки. Мы залетали седьмыми, нам конечно не повезло, потому что мы похоже уперлись либо в кавалерию, либо даже вообще в стрелков, потому что пехота там явно уже не оставалась. Теперь давайте посмотрим вестник королевства. Здесь суммарно получилось 11 сборов и очень много урона внес второй кавалерийский сбор от Белгим ООО. Там суммарные потери больше 5 миллионов войск, остальные сборы проносили меньше. Мне кажется, что в идеале можно было бы обнулить его сборов 6. Первые три кавалерийские, потом два стрелковых и один пехотный. Этого было бы здесь достаточно. Но мы залетали хаотично, где-то стрелки упирались в пехоту, где-то пехота ударила по кавалерии. Но в любом случае начало положено неплохое, это была наша самая первая цель. И кстати, после обнуления игрок сразу ушел под щит, но вряд ли он принимал сборы в онлайне. Это нужно быть полным дурачком. Скорее всего, слишком поздно до него дозвонились. Ну а вот следующая цель, это игрок на контрразведке. У него 800 миллионов силы и тоже военный сет. Не такой хороший, но тем не менее война. Не знаем, сколько там войск. Прочекали фалангу, вроде бы стрелковые, но будем бить опять же хаотично. У нас нет какого-то конкретного плана, просто главное, чтобы сборы залетели одновременно. Вот такой соляночный сетик, в принципе не самый плохой. Давайте посмотрим, что у нас тут по статистике. 7 миллионов потерянных войск, похоже, до нас его никто не обнулял. Но сейчас мы это дело будем исправлять. Просадка, кстати, была довольно маленькая. Имеется в виду от соло атак, когда тестили его фалангу. То есть, скорее всего, там есть Т2, есть Т4 и тоже довольно хорошая пропорция. Вышел первый сбор от гильдии ЕВ. Они, похоже, находятся не в голосе, но все равно идут по таймингу. Скоро выйдут все остальные. Причем это произойдет одновременно, потому что все остальные сборщики, находятся друг с другом в голосовом чате. И у них там есть куратор, который говорит, когда сбор нужно начинать. И теперь смотрите, что происходит. Он решил не дожидаться и улетает на случайном телепорте, принимая все сборы одновременно. Без отхила. Его, конечно, пробивают, полностью обнуляют. И на это потребовалось 25 сборов. 25 отчетов по вестнику королевства. Остается 240 миллионов силы. Это довольно мало. То есть, там прокачка изучений такая себе. А войск, похоже, было хреново туча. Сейчас посмотрим, сколько именно. Наш сбор опять же растворился. Мы залетали одними из первых. Ну и теперь давайте смотреть суммарные потери. Почти 49 миллионов войск, а до этого было 7. То есть, он потерял 42 лимона, и его обнулили под ноль, забрали героя последним сбором. Это тоже можно увидеть в вестнике. Какая-то жесть. Товарищ реально хотел на всех принять, оформить и, возможно, мигрировать в другое королевство. Но, к нашему счастью, этот план провалился. И вот, собственно, следующая цель. Уже дали шута, и этот игрок с 750 миллионов силы уже стоит на военном сете и, возможно, готовится принять нас всех. Там, кстати, довольно странные шмотки стоят в его соляночной сборке. Даже есть фиолетовый шлем чемпиона, который бы я точно крафтить никому не советовал. Сейчас у него 31 миллион суммарных потерь. Посмотрим, сколько будет после наших сборов. Да, сборы принимать ему придется. Если бы он ушел под щит, я бы просто этот момент в видео не вставил. Потому что целей ушедших под щит было реально многое, и я не вижу смысла это все показывать. Заходим реально одновременно. Просто смотрите на эти тайминги. Там отхиливаться просто нереально. Все сборы ударили где-то в диапазоне 3-4 секунд. Крайне сложно отхиливаться. Мы его, конечно, обнуляем. Причем пробивает его там 10-й или 12-й по счету сбор. Сейчас посмотрим по вестнику королевства. Красиво все расходится. Товарищ горит. Явно много сборов выжило. Остается 400 миллионов силы. Потерял он примерно 20 миллионов войск. Даже чуть побольше. Теперь суммарные потери почти 53 миллиона. Вот он вестник королевства. Здесь появилось 9 отчетов. То есть 9 сбором забрали его героя. Наш сбор, к сожалению, снова растворился. Больше всех урона опять внес аккаунт Белгим. И это был самый первый сбор кавалерийский. То есть товарищ снова стоял на пехотном построении. И, конечно, находился не в сети. Легкое обнуление. И теперь переходим к самой сложной цели этого ролика. Игрок Ярд 350 миллионов силы. На военном шмоте. И на контрразведке. С нашим количеством сборов мы решили все-таки попробовать. Там пехотная фаланга. Поэтому мы сделали аж целых 20 кавалерийских сборов. Это рискованный ход с нашей стороны. Потому что если там сменится построение. То нам всем хана. Мы опять же не знаем сколько там войск. И какая там пропорция. Но скорее всего опять же мы столкнемся с большим кличтом Т2. Т2 плюс Т4. Военный сет довольно сомнительный. Стоят непонятные украшения. И странно почему он использует фиолетовую броню шипа. А не золотую огнеуборку. Вот не верится в то, что у него при наличии золотого шлема пчелы нету золотой огнеуборки. Но вот как такое может быть? У него даже есть золотые тассеты. Непонятно. Неужели этот шмот фейковый? И если это так. То я реально боюсь представить. Как выглядит его настоящая сборка. Это должен быть какой-то фулл оранжевый соляночный сет. С кубками. Там с оранжевыми тассетами и так далее. Ну сейчас посмотрим. Скоро выйдут сборы. Цель реально тяжелая. Судя по всему войск там много. Опять же выход у нас одновременный. Ну и теперь смотрите на его сет. Нажимаем и видим вот такой пехотный сетик. Весь оранжевого цвета. С ботинками чемпиона и кубком. Тем не менее сборы мы не распускаем. Сет выглядит страшно. Но у нас по большей части кавалерийские сборы. И явно понятно, что фалангу он не поменяет. В итоге мы его пробиваем. Пробивает стрелковый сбор, когда там не осталось пехоты. Все-таки в его случае поставить пехотный сет было большой ошибкой. На солянке он бы принял сборы лучше. Возможно мы бы его не подожгли. Но хотя оставалось еще примерно 5 сборов, которые просто распустились. Потому что товарищ стоял на траве и его пробил там один из сборов. Остальные, конечно же, не дошли. Остается меньше миллиарда силы. Потерял он много войск. Было 30 миллионов суммарных потерь. Сейчас почти 60. Там была ровная пропорция войск. И не было укрепленной передней линии. Вот как раз таки поэтому ему не стоило принимать сборы на фулл пехотном сете. На солянке он бы принял по крайней мере лучше. Растворил бы больше сборов. Теперь финальная цель, которую нашел я. 40 миллионов войск Т5, Т4 и Т2. Тяжелый противник. Почти полтора миллиарда силы. И там уже стоит пехотный военный сет. Очень даже неплохой. Ну процентов 700 там как минимум есть. Тоже пехотная фаланга. Но почему-то его укрепляют стрелками. И креп не меняют. Все закинули Т5 и Т4 луков. Сет по-прежнему на пехоте. Нужно будет повторно прочекать фалангу. Потому что очень похоже, что он собирается ее сменить вместе со шмотом. То есть у нас опять же много кавалерийских сборов. И на стрелках он спокойно нас всех растворит. Вообще без проблем. 40 миллионов войск в его случае достаточно. Там очень хорошие статы. Фулл прокаченное изучение. Ну не фулл. Но очень к этому близко. Ну и соответственно хороший сет. Есть там такая пехота. То стрелковый тоже где-то близко к фулл оранжевому. Отправляют еще осадок, что прочекать фалангу повторно. Там в больнице сидят только пехотинцы. Если появятся стрелки, значит фаланга сменилась. И сборы нужно будет распускать. Или менять их последовательность. Фалангу я так и не прочекал. Потому что там сидит фарпост. 200 тысяч Т2 пехоты. Пошел Файжан. Ускоряется на ботинке. Он пытается выбить фарпост. И ему это скорее всего удается. Еще одна атака от Хаулювшана. И они должны были прочекать фалангу. Отправляют разведки. Ну и сборы не распускаются. Значит там ничего не поменялось. До выхода 20 секунд. Его сагильдийцы, сидящие в крепе, знают какая там фаланга. И они не меняют креп скорее всего только потому, что товарищ находится в сети. И мы все рассчитывали на то, что фаланга там сменится. Поэтому мы решили рискнуть. И выпустить сначала стрелковые сборы. А потом кавалерийские. То есть расчет на то, что он фалангу сменит. И мы ударим по стрелкам. Пошли наши сборы. Шмот не меняется. Пока рано. Сейчас посмотрим еще раз. Все еще пехотный. Интересно. Неужели он оказался не в сети? Или просто принимает на пехотном сете, но на стрелковой фаланге? Сборы убиваются. Сборы убиваются. Пробить не удается. Но еще примерно 5 сборов осталось. Удар-удар. Он дымится. Не горит. Но просадка колоссальная. Он потерял почти 400 миллионов силы. Еще 2 сбора. Неужели подожгут? Нет. Все растворились. Ну похоже он оказался в сети. Давайте посмотрим, что осталось. Осталось 13 миллионов войск. И это только стрелки с кавалерией. Пехоты там нет. И он реально фалангу не поменял. В крепе так и остался лям Т4 и Т5 луков. Наш план провалился, потому что все стрелковые сборы разбились о пехоту. И нам не хватило всего лишь одного сбора, чтобы его поджечь. Да, стрелки бы 100% его бы сейчас подожгли. Но получилось как получилось. Мы использовали помилование. Опасались, что он находится в сети. Но он был в оффлайне. В итоге мы сделали вторую волну и его добили. Вот такие вот дела. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если ролик вам понравился, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok